Национальная судебная палата Испании подтвердила факт Ортера на арест Николая Улова. Ну, видишь, какая прелесть. Николай Улов оказался, по мнению испанской полиции, мы об этом говорили, главным наркоторговцам. И вот, говорит, они приводят в качестве доказательства телефонные разговоры, а даже экспертиза не проводилась. И вот это удивительно, ребят, фонографическая экспертиза, что проводилась, нужно свободные образцы отобрать. Чтобы свободные образцы отобрать, нужен гражданин вот этот вот. С чем-то надо слечать, да? Ну, а они просят, как бы, дайте нам этого гражданина, мы его немножко тут посудим. Я далек от мысли, что если он ни в чем не виноват, они его посадят. Они-то его обвиняют, главного защитника, так сказать, России от наркотиков, обвиняют в наркоторговле. Ну, я, в общем-то, и не сомневаюсь. Вот мне тут человек написал, Вячеслав, вы первые открыто и аргументированно начали дискуссию о том, что наркоторговля, контроль, организовал беспрецедентный наркотрафик в России. Хорошо помню ваш рассказ про пастушка. Так, может, Путин вас услышал и правильно понял? Ну, нет, ну, вот я для себя записал, что, вот, я вопрос, я говорю, глухой или имбецил? Вот, если, как, что значит, услышал? То есть, вот, все это время, вот это все общество вопило. Ты посмотри, что творится, блядь, нас наркотой просто закидали. Он не слышал этого. Он, в конце концов, услышал. Ну, купили слуховой аппарат. Или он настолько... Потому что дебилы даже понимают, даже дебильный пастушок теперь знает, что в России подставляют и сажают за коноплю пастушков, да? А за центнеры и тонны героина дают ордена. Даже пастушок это знает, дебильный. Кем же надо быть, чтобы это не видеть, находясь в Кремле, на самом верху? Поэтому нет, ребята. И вот, что мне спрашивают, что я могу передать этому Аулову, вот, этому генералу? Что я могу передать? В Испанию беги, голубчик. В Испанию беги. Я тебе серьезно говорю, тебя там только посадят, представляешь? Только посадят. Потому что 5-го, 11-го, черный будет день, честно тебе скажу. Вот за такие вещи, ребята, вот, честно я вам скажу, за такие вещи смертная казнь 100%. Вот за те люди, которые здесь торговали наркотой от имени государства и сделали наркозависимым, такое количество молодых людей, уничтожили генофонд нации, мы вас, гниды, всех постреляем. И дети ваши смогут работать только дворниками, блядь, не больше. Так что сейчас бегите в Испанию, пусть вас сажают. Всех постреляем до единого, я вам обещаю. И вот еще сейчас обсуждается очень сильный вопрос как раз об этом, что детям, у которых страшные диагнозы, в том числе онкологические, не назначают обезболивающие врачи сейчас в регионах. Потому что очень боятся их, привлекают к уголовной ответственности. Этим ублюдкам надо ставить галочки, которые торгуют героином. Привлекают врачей за то, что они неправильно хранили какую-то херню. Кадеина, содержащий препарат, какое-то говно, бля, которое во Франции продается в любой аптеке. Не то, что без рецепта, вообще хоть мешок купим. Как его вообще можно неправильно хранить? Да, ну нет, там оно должно быть в сейфе под замком, там журнал надо списывать, там 10 человек должно расписаться, что ты дал там вот такую таблетку, такой укол. Записаешь, какие мрази. Просто люди мучаются, помирают, орут. Эти твари торгуют героином, чтобы обеспечить вот это свое... Даже не хочу матом ругаться, да, вот они где-то должны палочки брать, вот они оттуда их и берут. Вот они главные торговцы, вот эти врачики. Несчастные, блядь. Вот такие дела, ребят. Россия. Так что... Ах, ее отсчет.